Сколько у вас коллектив? У нас сейчас 5 человек коллектив. Так у нас 9, а в школьном лагере меньше, потому что детей меньше. А так мы кормим 1200-1300. Ну завтрак мы уже покормили, да? Уже покормили, завтрак у нас 9 часов. На протяжении всего лагеря дневного пребывания в этой столовой школы номер 36 питаются две сотни детей. Разнообразный рацион – залог здоровья школьников. Именно поэтому в первую очередь эксперты Народного фронта обращают внимание на меню. В нем и рыба, и мясо, разнообразные каши, супы, оладьи, блины, сырники и многое другое. Персонал рассказывает, в этом году по просьбе руководства школы в рационе появилось больше фруктов. Их детям выдают ежедневно. Обходится такой обед, завтрак и полдник на человека в 754 рубля на 21 день. Продукты для детского питания, согласно меню, привозят с оптовой базы каждый день. Принимает их начальник лагеря. Я просто их осматриваю, чтобы они были качественные, свежие, мясо не темное, там старое. А затем мы это все убираем в морозильные камеры, ну согласно какие продукты, куда в гармонжу, в холодильную камеру убираем. И на следующий день, когда начинается готовить, я присутствую на закладке. Запрашивает комиссия, проводящая мониторинг и журналы учета влажности и температуры. Их повара должны везти каждый день. Сюда заносят показатели с овощного склада, склада сырой продукции, в общем всех помещений пищеблока. На каждое свои нормы. Товарное соседство тоже немаловажная часть правильного питания. Эксперты осматривают, где и в каких условиях хранятся продукты. Обращают внимание на чистоту не только в складских помещениях, но и в горячем цехе. А также на то, в чем и как работает персонал. По итогу мониторинга эксперты отметили чистоту и профессионализм персонала, а также обратили внимание на небольшой недочет. Больше должно быть средств обеспечения питьевой воды в школе. Вот я скажу пример. У нас здесь два фонтанчика, а в школе учится, ну наверное, около 500, может быть больше школьников. И в момент перерыва между занятиями не все могут обеспечить себя водой. Поэтому мы рекомендуем и приносить из дома воду, заранее набирать воду. Кроме визуального осмотра, специалисты запросили у учебного учреждения документы, которые дополнительно будут изучать. Это, например, химические и бактериологические исследования школьной воды. После изучения всех документов, Народный фронт сделает выводы и даст предложение по работе учреждения. Такой общественный мониторинг пищеблоков детских лагерей Народный фронт организовал в рамках Всероссийского проекта бюро расследований. До конца лета проверки пройдут на территории всех – школ города и области.